Первое здание на Михайловской площади. Первая институция на международных площадках. Центр украинской дипломатии. Это Министерство иностранных дел Украины. Именно тут, у стен Министерства, президент Украины Владимир Зеленский показывал президенту США Джо Байдену Михайловский собор. И именно тут, на площади перед Министерством, прозвучала легендарная фраза Бориса Джонсона. Добрый день, всем! А сегодня у команды Freedom возможность побывать внутри дипломатической институции, пообщаться с человеком, для которого работа с международными партнерами не только обязанность отстаивать проукраинские интересы, а и цель – поскорее вернуться домой, в Крым. Добрый день, я рада. Дякую, еще приняла. Будь ласточка, проходит-то. Сколько у нас будет времени? Ну, мне в 12.55 нужно освободиться. Прекрасно, прекрасно. Мы немножко ваш кабинет переговорку заполонили, не узнаете, да? Очень много света, да. Если у вас есть акцент на деталях, предлагаю вам снять Крымский мост. У вас Крымский мост на кроссовках? На кроссовках Крымский мост, да. Афигеть! Подождите, так как я думал, это фотошоп. Нет, это не фотошоп. Я просто не поверил, что такое существует. Это мне привезли, да. Это авторская? Я так понимаю, что мне казалось, что они купили и нарисовали, но как бы я уже не стала в детали вдаваться. В общем, привезли, подарили, и я ношу с удовольствием. Класс. Ну что, можем начинать? Селям алейкум им неханам. Алейкум селям. Наслосенес. Чокии сауна, с турецкою, крымскотарскою, яхшума саунас. Я дуже рада вас тут витати в МЗС. Насколько часто слышите крымскотарскую речь в этих высоких кабинетах? Не очень часто, но моя служба, она уже грамотная. Они знают базовые слова, знают мои друзья. И когда-то я еще до того, как служила в государственной системе, с Крымреалии, радио Свобода, запускала ряд других проектов. Они были просветительского характера. И один из наших прекрасных проектов «Эльфбе», его можно найти в интернете, это как раз мы рассчитывали, что те украинцы, которым хочется узнать какие-то азы о крымскотарском языке или научиться каким-то базовым словам, они могут это сделать. То есть «хаве и чечесназмы» они знать должны? В принципе, да. Вообще, мне кажется, что это момент уважения. Я помню, когда-то, когда я в школе, в крымской школе, я перешла в пятый класс в одну из лучших школ города, и только-только украинский язык стали интегрировать в школьную программу как предмет. Это буквально был час в неделю. И я помню эти первые истеричные, скажем, нарративы о том, что это геноцид русского языка, но мои родители принципиально не подписали заявление, которое собирала моя классная руководитель, о том, чтобы не изучать украинский язык. И большинство крымских татар, они изучали украинский язык как дань уважения стране, в которой мы живем. Ты можешь говорить на любом другом языке в семье, как, например, это было у меня. Мы говорили на крымско-катарском, среда была вся русскоязычная, образование на русском языке, но учить украинский язык мне всегда казалось правильным. Также, я думаю, что и украинцам можно было бы хотеть какие-то базовые вещи знать на крымско-катарском языке, тем более, что в украинском языке много тюркских слов. Среди моих знакомых очень много крымских татар. Из уважения, как минимум, на кофе ходить, лизит ли, хаве. В мусофире я принципиально говорю хаве сетлю. Вы знаете, кстати, о кофе, вот филижанка, да, на украинском языке. Это филижан, это тюркское слово. А арбуз, карпуз. Карпуз. Много крымско-катарских слов, они созвучны с украинским больше, чем с русским. Например, мейдан. Главное наше слово. Площадь. Майдан, площадь, мейдан, да. Да. Не просто так с языка начал, ведь крымско-катарский язык, он же сейчас признан одним из вымирающих языков. Как-то существуют механизмы на международных уровнях, площадках сохранять, продвигать эти языки, понимая, что даже многие крымские татары, даже, которые находятся сейчас в оккупации, либо те, которые выехали, они в большинстве своем говорят на русском, либо на украинском. Если бы меня просили обозначить приоритет для развития крымско-катарского народа, я бы обозначила именно развитие языка, потому что без этого главного атрибута народ не является нацией. А я думаю, что украинцы это абсолютно четко ощущают, потому что Украина сама проходила достаточно тернистый путь защиты этого языка, да, и среды, в которой большинство людей в Украине говорили на русском языке, адаптация образования, популяризация этого языка, это все достаточно сложные процессы. И по сей день у нас есть этот дискурс в обществе. С крымскотарским языком все еще сложнее, потому что уже много столетий нет нормальной системы, когда ребенок с рождения и, по сути, в течение всей своей жизни пользуется крымскотарским языком. Как только крымскотары были лишены своей государственности, начинается путь потери этой идентичности, язык один из самых главных. На сегодня механизмов защиты, наверное, они есть. И какие-то, скажем так, одиночные шаги, я бы так сказала, делаются. Какие-то программы по изучению языка, школьные какие-то программы, во всяком случае, были при украинской действительности в Крыму. Но на сегодня эффективных инструментов нет. И, например, даже в оккупированном Крыму, при всем при том, что Россия официально на всех площадках заявляет, что русские, украинские, крымскотарские языки, они являются официальными в Крыму, то по факту доминирующий язык – это русский. Например, изучать крымскотарский язык в школах происходит такое принуждение, как факультатив, когда родителям дают возможность изучать родной язык, ну и детям их, там, восьмым-девятым уроком. Конечно, не каждый ребенок вытягивает эту нагрузку. Если мы говорим уже о будущем, а я абсолютно четко верю, что мы вернем Крым, это вопрос времени, вопрос нашей готовности к этому, то тогда, я думаю, что крымскотары будут иметь очень большое ожидание от Украины как государства, от украинцев как общества, по различным инструментам, которые бы защитили этот язык. Какой статус автономной республики Крым будет реализован, какие права у крымскотар языковые, культурные, политические будут реализованы. Поэтому это все экзамен, через который мы должны будем пройти. Украинцы и крымские татары проходили и проходят абсолютно идентичную историю. Вот если посмотреть на историю последних нескольких веков Украины и крымских татар, это по сути одно и то же. Когда есть, скажешь, колонизатор, который присвоил себе идентичность этих народов, который старается формировать поколение Иванов, не помнящих родства, таким образом искореняя вот эту автентичную культуру, язык, самоосознавание, что ключевое, и тогда очень легко накладывать на это свой фальсификат. И мы все жертвы вот этой вот политики. Сначала российско-имперской, потом советской, коммунистической, сегодня путинской. Потом мне кажется, что это понимание вот этой общности, оно нам позволит восстановить ее уважение, а в конце концов использование этого языка. И мне бы очень хотелось, чтобы когда-то, через много лет, крымские тары, которые будут приезжать, например, в Киев из Крыма, зайдя в кафе, они могли поздороваться или даже поговорить на крымскитарском языке с украинцами. Знаете, недавно общался с Ахтемом Сейтаблаевым, и я ему говорю, Ахтемага, вы, когда снимали Хайтарму, представляли себе, что может это все повториться в 2022 году? Только тогда депортация крымских татар была в Хайтарме в фильме, а сейчас по факту депортация детей. И вот на международных площадках на этот год первый месседж – это как вернуть этих детей. Я правильно понимаю, что Россия, она не меняет сценарий ни на международных площадках, ни на временно оккупированных территориях в плане войны? – Абсолютно. Эти практики мы стали свидетельствовать. С 2014 года, когда оккупировали Автономную Республику Крым и город Севастополь, где-то понадобилось Российской Федерации 2-3 года для того, чтобы этот Крым интегрировать в свое правовое поле, культурное, информационное. А сегодня, что мы видим? Вот все то, что тестировалось там. Например, принудительное получение российского гражданства, введение норм российского законодательства, выборы, местные национальные выборы на оккупированных территориях, индоктринация образования, то есть когда в школьную программу вводится пропаганда и возвеличивание российской армии, и вот эта вот вся муть, простите за слово, в которой на сегодня живут наши граждане на оккупированных территориях. Если с Крымом это занимало 2-3 года, то сегодня на новооккупированных территориях это происходит за короткий промежуток времени, очень быстро, потому что этот трафарет или лекала, оно уже существует в России как некое наследие, которое передается. И да, это страшно. И да, мы об этом говорим на международных площадках, что если мы посмотрим в суть этой политики сегодня, то в принципе она повторялась даже не в прошлом веке, а в позапрошлом веке, да, еще со времен Российской империи. И да, это, наверное, очень свойственно имперскому мышлению, а мы понимаем, что на сегодня эта война, она же у нас не только за территорией, а скорее она цивилизационного характера, когда Украина осознала себя как европейская страна в первую очередь, что мы не принадлежим русскому миру, а Российская Федерация хочет сохранить эту монополию на Украину, на Крым тоже, и на Крымской Тарс, соответственно, тоже, как она это делала веками. Насколько сегодня Крым в повестке дня на международных площадках, как вы считаете? Этот контекст после полномасштабной агрессии, он значительно расширился, я об этом скажу чуть позже. Но хочу вернуть вас во времена, поскольку для меня Крым – это очень личная история. И я помню, когда я приехала в Киев, это было буквально через несколько месяцев после оккупации, у меня очень много своих личных рефлексий о том, как я осознавала, что произошло на моей родине, как я переживала это. Для меня это была очень большая боль и травма. И первый мой выезд с оккупированного Крыма, я пересекла эту админ-межу, административную границу, я прям кожей ощутила, буквально пройдя 15 метров этой админ-границы, что я на свободной территории, что в Крыму уже этой свободы не было. Первое лето, еще первые пару месяцев я провела в Крыму, и я повезла детей и родственников в Крым. Это был пляж, очень, наверное, такая классическая картина. Пахлава-медовая, пляж, это был луж-то, рабочий уголок. И я лицезрела картину. Женщина с пахлавой ходила по пляжу, ну и она никак не оглашала, что это такое. К ней подбегает мальчик, это уже, я думаю, эти ура-патриоты, туристы, которые приезжали в Крым, которые стояли там сутками в очереди на паром. И мальчик спрашивает, тетя, а что это такое? А она ему говорит, а это мальчик хворост в меду. И у меня был шок тогда, потому что вот когда крымско-катарскую пахлаву называют хворостом в меду, это именно суть этой имперской политики, в которой одно подменяется другим. Или когда я в первый раз попала в Афганский палац на экскурсию, мне было тогда 7 лет, полтора часа я ходила с русскоязычным гидом, и когда мы вышли, я у отца спросила, то он мне напомнил, папа, когда же будет про крымских татар? Зато я все услышала про Катерину Вторую, про то, как ее встречали, про российское величие и так далее, и так далее. Так вот, возвращаясь к этой истории о Крыме, что когда оккупировали Крым, и, к сожалению, до этого, нарратив о том, что Крым — это исконно русская земля, он был общепринятым, в том числе в западном мире. И с темой Крыма никто не хотел соприкасаться. И поскольку я с 2015 года работала в системе государства, объездила всевозможное количество разных площадок, и мы говорили о Крыме, и я помню, какое сопротивление это вызывало. Как никто не хотел о Крыме говорить или отношение к Крыму как к уже решенному вопросу. А давайте не будем провоцировать, а Крым — это ядерная война, а для Путина это сакральная земля. Мы все это слышали в неформальных беседах. И когда уже, скажем, перед администрацией президента Зеленского стал вопрос, как мы с темой Крыма работаем, была предложена президенту идея Крымской платформы. И, по сути, его личная вовлеченность в инициативу создания этой международной платформы, которая не имеет прецедента в мире. Нет такой платформы, которая была посвящена какой-то отдельной территории в мире. В 2021 году мы провели первый саммит. Это был беспрецедентный саммит. Украина таких не проводила до 2021 года, 23 августа. И тогда к нам приехало более 40 стран и лидеров этих стран. Это показало, первое, что Крым — это нерешенный вопрос. Второе, что всё-таки международное право имеет огромное значение. И третье — крымский урок. И вот я о нём говорю везде, куда бы я ни ездила. Крымский урок очень простой. Он и сложный, и простой одновременно. Почему простой? Потому что мы понимаем, что если агрессия не останавливается, то она увеличивается. Сложно, потому что мы увидели это. Увидели это в 2022 году, в феврале, когда Россия напала на нас. И сейчас, когда я езжу по разным площадкам, я говорю, что сейчас, если мир не сумеет консолидироваться и остановить российскую войну в Украине сейчас, то эта война станет ещё больше. И мы, в принципе, наверное, как никогда до этого на пороге глобальной войны. Она уже есть. В информационном пространстве это уже Третья мировая война. В пространстве экономики это уже Третья мировая война. Она просто неконвенционная, неклассическая. И что если мы это не остановим, и этот крымский урок не заучим, то эта глобальная война будет перекинута на границы других стран уже в физическом аспекте. Как показывает практика, вот то лекало, о котором вы говорите. Окупация, последствия аннексия, потом колонизация россиянами. И что самое страшное, политзаключённые. Вот вы про крымскую платформу вспомнили. Я помню, как сейчас, прекрасно Нариман Желял, который пожал руку президенту Зеленскому после крымской платформы. Я помню, тогда был просто фурор невероятный. Даже сам лично Песков комментировал российским журналистам, пропагандистам. Мол, как так? В Кремле говорят, что Крым – это Россия, а все международные партнёры в большинстве приезжают. Чётко поддерживают. Нариман Желяла после этого задержали. В Кремле знают, что для Зеленского и для, в целом, украинского дипломатического корпуса – это не просто политзаключённый. Я очень люблю это слово, но для Путина, скорее всего, это рычаг давления. Сейчас вы можете сказать, как с Нариманом Желялом и с другими политзаключёнными, существуют ли какие-то методы рычаги влияния на Путина, чтобы их освободить? Мы видим, что Путин не спешит. Ему наплевать на своих людей. И он хочет какую-то выгоду за других людей. Крымская платформа, её, наверное, достояние было, особенно последний год уже после полномасштабной агрессии, это то, что самый первый шаг, который мы сделали, мы вернули Крыму, Крым в повестку дня. Мы вернули. На сегодня 74 государства или международные организации являются частью этой координационной платформы. Это одна треть мира. И это было ключевое, тактическое на первом этапе. На сегодня, я думаю, что какая самая главная заслуга этой Крымской платформы, что мир признаёт, что Украина сама должна обозначить путь возвращения Крыма. И это очень важно, потому что это потом вопрос отношений и поддержки Украины в этом вопросе. Поэтому, мне кажется, что Крымская платформа справилась с задачей. И в том числе мы, кроме прочих политических нюансов, или геополитических нюансов, архитектурой её была, это Черноморская конференция безопасности. Второй раз мы в этом году будем проводить её в Болгарии. В прошлом году мы проводили её в Румынии. Задача какая? По сути, сегодня в Чёрном море есть доминанта двух стран. Наша задача туда интегрировать наше видение, потому что мы являемся черноморской страной, и мы понимаем, что Российская Федерация является источником небезопасности в Чёрном море. Поэтому мы хотим призвать не только страны НАТО, но и в первую очередь черноморские страны объединиться вокруг этого большого вызова и наработать общее видение. То есть вся эта архитектура работает на то, что в итоге эта деоккупация произойдёт так, как это видит Украина, и мир поддержит Украину в этом. Теперь про политузников. С первых дней, когда Путин вошёл в Крым, первой человеческой жертвой стал Решат Аметов. 33-летний молодой парень, который вышел с одиночным пикетом, с проукраинским плакатом на площадь Ленина, это центральная площадь Симферополя. Были и есть видеокадры, когда его кто-то втаскивает в машину, его увозят в неизвестном направлении, через несколько недель его тело находят со следами пыток. Я видела фотографии этих следов пыток. Это действительно ужасные пытки. Я только могу себе представить, что прожил этот человек, отец трёх детей. И это был первый посыл о том, что проявлять свою волю небезопасно. И с тех пор системно начались заключения. Они носили очень разный характер. Вот, например, основным, таким тенденциозным, является так называемое дело исламского экстремизма. Или вот когда десятки, а сегодня это уже почти две сотни людей, которые сидят в российских тюрьмах, потому что их Россия считает экстремистами. При всём при том, что до 2014 года, и все это могут подтвердить, в Крыму не было ни одного террористического акта или проявления экстремизма вообще, в принципе, как явления. Но как только произошла оккупация в Крыму, мы резко стали жить в мире экстремистов и террористов в Крыму. Это делается умышленно, потому что Путин формирует такой банк. Банк узников. Теперь вот о том, что вы сказали, что нет у Путина воли освобождать. Это правда. Нет у Путина. Если он о своих людях не думает и совершенно не является ценностью жизни российского гражданина сегодня для администрации Путина, при всём при том, что пропаганда твердит совершенно обратное, так уж что можно говорить о жизнях наших украинских людей? Мне кажется, что Путин, он достаточно открыто и не прикрывая, выражая свою ненависть и неприязнь вообще, в принципе, к Украине как к стране, к украинцам как к людям. Был прецедент, когда по обращению президента Эрдогана было освобождено два политузника, по сути, это Ильми Умеров и Ахтем Чегоз, оба замглавы Меджлиса, представительного органа крымско-катарского народа. И это чуть ли не единственный случай освобождения наших политузников как бы по договорённости между Эрдоганом и Путиным. Мы передавали списки турецкой стороне по крымским татарам и украинцам, которые заключены в Крыму, с просьбой помочь нам в освобождении людей. И насколько мне известно, эта тема неоднократно поднималась, но эффективных решений мы не видим. Что нам говорит о том, что этой воли нет. И теперь последнее и ключевое. Что мы можем в этих условиях сделать? Единственный способ этих людей хотя бы как-то поддержать, но как минимум обеспечить им отсутствие пыток или так, чтобы их не убили в этих тюрьмах, это публичность. И вот для того, чтобы кейсы этих людей стали публичными, мы реализовали десятки проектов и на уровне Министерства иностранных дел, и на уровне экспертов, то есть их очень много. Это и публичное менторство, когда, например, известные в мире люди, как Фрэнсис Фукуяма, Катрин Геринг-Эккард, это вице-спикерка Бундестага, Малгажата Гасевская, очень много дипломатов, ну или опинион лидеров разных странах, они берут менторство над тем или иным политузником и рассказывают о нем, об этом человеке. выставки, театральные перфомансы. И ключевое – это то, что верность себе не преступление, что за каждой этой историей есть история человека, о том, что его дети без отца, о том, что жена, мать и родственники, как бы, по сути, 13, 15, 17 лет не будут видеть своего отца и так далее. Публичность, она спасает жизнь. Да, она не освобождает, но она спасает жизнь, что, как минимум, эти люди не будут убиты. Путин же мыслит, как террорист. И по факту террористами есть. А террористам что-то нужно за тех или иных людей. Вам известно, что Путину нужно, если брать за пример политических заключенных крымских татар? Это абсолютно террористическое поведение, которое мы видим, транслируется в адрес нашей страны. Когда я себя спрашивала, почему все это происходит, мне кажется, что это не про то, что я совершаю преступление и в ответ жду что-то. Или мне нужно это в обмен на то. Мне кажется, тут логика немножко другая. Мне кажется, что человек, который у власти находится десятками лет, это неизбежно. Он теряет границу адекватности. И мне кажется, что у него вот это вот такое мессианство, что он, как мы говорим, что он Владимир, который возвращает земли, вот он пытается эти земли себе вернуть и восстановить величие той России, в которую он верит, очевидно. И, наверное, это было бы неплохо, если бы он это делал какими-то созидательными инструментами, например, развивал экономику в своей собственной стране. Или делал так, чтобы в итоге российский гражданин чувствовал себя в безопасности, а не в полицейской стране. Получал много денег и жил, учитывая ресурсы этой страны, богато и вольготно. Но при этом что он делает? Он нападает на другие страны, убивает и уничтожает. И я думаю, что это вот, если бы у него спросили, что ты хочешь, ответ был, вряд ли бы мы услышали какой-то четкий ответ. То есть понять нам всем этого человека, соответственно, и политику России достаточно сложно, потому что она иррациональна. Она иррациональна, она нелогична. Поэтому как действует тут, вот тоже классика, да, с террористами не договариваются. И, к сожалению, как бы кому ни хотелось, мы тоже заложники этой парадигмы, что, да, на нас напали, у нас не было выбора. И сегодня его, по большому счету, нет, потому что, если мы прекратим воевать, или мы остановимся, мы умрем. Мы понимаем, что Украина и Россия это разные весовые категории, потому что Россия это ядерная страна, это страна постоянных членцев без, с правом вето, которую она сегодня использует как лицензию убивать украинцев. Это страна с огромной армией, страна с огромной экономикой. Несравнимо. Это вот как, знаете, если сравнивать с финской войной, которая была в 1938-1939 году, когда там 170 миллионов населения российской, в смысле Советского Союза, на 3,5 миллиона финнов, но при этом маленький народ, он не испугался. Да, мы не будем говорить о окончании этой войны, но тогда люди воевали за свои интересы. Также и мы, украинцы, не побоялись этого делать. Поэтому наша ключевая задача убедить мир, что мы в этой войне не можем быть сам на сам с Россией. А если, предположим, Россия достигнет своих задач, что в теории тоже возможно, то тогда мир потерпел и потерпит поражение, и не просто поражение, а мир будет вынужден платить еще большую цену, чем он платит сейчас, помогая Украине. Это сегодня доносит президент Зеленский, все высшее руководство страны, Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр Кулебов, что если мы этот тест как человечество, как общество свободных людей не пройдем, не остановим Путина в Украине, то тогда мир глотнет сполна, я бы сказала, яд этой системы, которая является агрессивной, террористической, нечеловеческой и антигуманной. История повторяется, как ни крути, конечно, и в плане особенно тех диктаторов, которые желают захватить абсолютно все. Но мир объединен, как никогда, и вокруг Украины, и между собой, цивилизованный мир, я подчеркну. Что сейчас в приоритете и самое главное в работе с международными партнерами абсолютно на всех площадках, даже с теми лидерами, которые, да, знают о войне, но не до конца понимают, что происходит либо из-за своих политических, либо прагматических убеждений. Это война за нашу отчизну, война за нашу территорию, за наших людей, но при этом она имеет глобальный аспект в силу того, что Россия это не просто страна, это страна, которая претендовала или претендует на глобальное влияние, да, вот в силу того, что ей было дано после Второй мировой войны и, соответственно, после распада Советского Союза. И когда мир, мы говорим о цивилизованных странах сегодня, оставляет Украину или, скажем так, не способен помочь Украине настолько, чтобы мы победили, то тогда это большая угроза того, что не только Путин, потому что Путин это только один из проявлений агрессии, да, или один из проявлений диктаторских режимов, есть и другие, которые очень внимательно наблюдают за этим и которые точно воспользуются возможностью потом достичь своих собственных целях в других регионах. То, что мы видели в последнее время на Ближнем Востоке, это еще одно очередное подтверждение того, что когда есть брешь, она быстро может лопнуть, ну или как бы эта дыра может образоваться. И вот поэтому мы ключевое, что доносим, что необходимо консолидировать, что та помощь, которая есть, ее на данный момент недостаточно, что есть многие другие позиции. Ну то есть как бы оружие, оружие, оружие это такая мини-формула, да, которую руководствуют сегодня все послы, дипломаты по всем углам мира. Это, мне кажется, что ключевое еще технологическое преимущество. То есть когда мы понимаем абсолютно четко, вот если объективно рассуждать, мобилизационный потенциал России огромен. На людей им начхать. Поэтому Россия всегда будет иметь больше военных, солдат. У России есть свой достаточно серьезный ВПК, военно-промышленный комплекс, да, они переформатировали свои тактики военного дела. И это является большой-большой опасностью для нас. И что мы никогда не сможем ответить симметрично. У нас нет такого ресурса. Так вот, в таких условиях Украина говорит о том, что Украина должна иметь технологическое преимущество. А это война 21 века, это война, как мы видим сегодня, война дронов ее еще называют. Вот без этого преимущества Украина не сможет быть эффективной на поле боя. А без того, что она эффективна на поле боя, у нас нет позиций для того, чтобы говорить о переговорах или о том, как мы заканчиваем войну. И я считаю, вот когда я слышу реляции о том, что давайте садиться договариваться, мне это немножко звучит смешно. При всем желании уже не жить в войне, мне кажется, что мы, украинцы, люди, которые больше всего страдают от войны. Наши люди гибнут, наша инфраструктура страдает, наша цивильная инфраструктура под постоянными бомбежками только с Нового года. 550 дронов и ракет было направлено на украинские города. 550 ракет и дронов это огромное количество. Так вот, когда мы говорим о том, что садиться и договариваться, и что? Мы понимаем, мы уже пережили Минск, мы знаем, что любые договоренности, они будут Российской Федерации проталкиваться, такие, которые будут в пользу Российской Федерации. И имея сильную позицию на поэль-обои, принимать эти позиции для нас, это все равно что капитуляция. Поэтому это очень сложные чувствительные вопросы, и я бы призывала, прежде чем говорить о том, что давайте садиться договариваться, понимать контекст, с которым мы живем. А контекст такой, что если мы прекратим воевать, нас съедят, мы умрем, мы все-таки показали уже за эти два года, что все, что было невозможно, или никто слышать не хотел, уже возможна и реальность, и уже на поле боя, те или иные позиции по вооружениям, и много чего другого. Министр Кулеба, кстати, очень много говорит о том, как ему удается договариваться, и как ведутся переговоры с теми или иными представителями власти, дипломатических институций международных. Сейчас вирусится в социальных сетях его история, как он просто приглашал в кабинет, ели борщ, и просто банально не уговаривал, но дипломатически договаривался. Это я к чему? У меня складывается образ такого, что как будто игрушку какую-то воспринимают некоторые лидеры мира эту войну. И такое ощущение, что они Бучу не видели, Ирпен не видели, Мариуполь, Маренко стертая. Да и в целом такое ощущение, что искусственно прикрывают глаза на глобальность, которая сегодня существует, этой российской агрессии. Это так? Тут заявлять, что из белой и черной я бы не шла по этому пути. Мне кажется, это мое субъективное мнение, что человеческая психика, она устроена так, что пока ты сам не оказываешься в гуще войны или этой проблемы, ты не можешь полноценно получить этот опыт и, соответственно, и действовать. То есть мы ожидаем от других лидеров или от других обществ, других наций разделения с нами этой проблемы, этой войны, этой боли. Частично оно есть, но частично его и не может быть в силу того, что они не оказались в этой ситуации. И, в принципе, что мы делаем? Мы пытаемся на разных уровнях объяснять, что, смотрите, то, что мы проживаем сегодня, это угроза для вас. Вот просто объяснять, потому что, опять-таки, есть барьеры естественного характера. Ну, вот Европа живет комфортной жизнью. Как мы говорим, что они платят за войну, скажем так, что их платежка увеличивается на какую-то там небольшую сумму. И это цена этой войны. Если мы говорим об энергоносителях российских, которые раньше Европа покупала, сегодня она от них отказывается. И что, в принципе, это тот минимум, который они сегодня платят. Или, например, когда дотации украинским гражданам платятся, различная помощь, когда страны принимают. Это тоже тот минимум. И мы говорим о том, что, смотрите, это то, что мы проживаем, это ад. И, к сожалению, опять-таки, мир устроен так, что если это зло не останавливается, оно просто увеличивается в пространстве. Этот ад может прийти к вам. Поэтому давайте быть осознанными. Это вообще большой-большой тест. Вот никто не знает, что будет завтра. У нас была конференция послов. И генерал Залужный презентовал свое видение войны. Это было еще в августе прошлого года. И цитата, одну из которых он использовал, одного из американских президентов, что лучший способ предугадать будущее, это его сформировать. Вот я абсолютно четко руководствуюсь в принципе сутью этой цитаты. И считаю, что мы все должны так. Мы должны понимать, что единственный способ нам сформировать будущее, которое мы хотим, это за него бороться. И пытаться к этому будущему приобщить других, которые не живут в этой военной действительности. А если это не удастся, и, скажем, Путин достигает своих каких-то задач, то однозначно наша война лишь только начало. Меня особенно удивила Болгария, которая, оказывается, заполняет 30% необходимого ВПК для Украины. 30%. И что болгарские заводы работают чуть ли не в три смены для Украины. Это стало публично, так известно, относительно недавно. Также мы видим Германию, Олаф Шольц, который буквально в прошлом году, ровно год назад, не хотел давать леопарды. Через месяц мы видим леопарды здесь. Военная техника, военные машины, ни для кого не секрет системы ПВО современные. Много ли еще секретов в целом позитивных кейсов пока что не раскрытых в обществу? Ведутся переговоры по многим позициям, о которых мы не говорим публично, и не стоит о них говорить публично, потому что чувствительная информация, ее могут пользоваться против. Задача сделать армии Украины максимально эффективной. А это возможно за счет того, что мы получаем те или иные позиции. Не только система ПВО, не только оборонительные системы, наступательные системы, то есть целый комплекс всего. Поэтому переговоры ведутся. Помните, когда война начиналась, полномасштабная война начиналась, то тогда, когда только-только речь заходила о патриотах, все крутили у виска, какие патриоты, вам они, ну, как бы, ну, нарратив был такой, что это невозможно. А для России легитимная цель, как они говорили. То есть сегодня мы живем уже в момент, когда патриоты уничтожают кинжал. Мы, наша дипломатия, я имею в виду украинская, руководствуется принципом невозможное, возможно. И только так, потому что война иначе не выигрывается. И война, кроме физического аспекта, имеет аспект духа. И мне кажется, что Россия, что пытается делать гибридными способами, она пытается дух сломать. Мы не можем позволить себе этого, потому что, как министр Кулеба говорит, мы не можем позволить себе усталость от украинской войны, ну, в смысле, от Украины, от украинского вопроса, он это транслирует партнерам. Мы действительно не можем позволить, потому что, если эта усталость позволяется, тогда означает, что Путин победил, тогда означает, что, в принципе, мир проиграл, и что война в разных регионах будет иметь место. Что будет с Крымским мостом? Что будем делать? Есть две версии. одна из которых мы дождемся, пока они покинут Крым через мост, и потом уничтожим этот мост как символ оккупации, или мы уничтожим его сразу. А что делать тогда с россиянами, которых колонизировали в Крым? Добираться домой к себе можно по-разному, не только через мост. Раньше паромы были. Это я, конечно, наверное, сейчас в шуточной форме старалась отвечать, но, опять-таки, в мире признают право Украины обозначать самостоятельно путь возвращения Крыма. И поскольку тема Крыма неразрывно связана с возвратом других территорий, в принципе, событиями на поле боя и тем, как наша армия будет эффективно справляться с теми или иными задачами, я думаю, что это будет какой-то гибридный вариант возвращения. То есть никто не исключает дипломатию как инструмент. Вот как я напомню, Хорватия, когда страна воевала против диктатуры Милошевича, там у них была сербская окраина, это что-то вроде нашего ДНР, ЛНР, так называемых. Милошевич тоже думал, ну, не буду как бы идти в этот кейс, но Хорватия две трети территории вернула военным способом, одну треть дипломатическим способом. Вот я думаю, что для Украины это тоже может быть кейс, что когда часть территории возвращается военным путем, часть дипломатическим, но во многом, как мне кажется, Украина должна иметь сильную позицию для того, чтобы какие-либо дипломатические переговоры запускать. В Феодосии вернется историческое название Кефе? Очень хочется. Мне кажется, что вообще деколонизация, в том числе названий, исторических названий в Крыму, на сегодня есть уже промежуточные решения, и я думаю, что этот трек-рекорд будет продолжаться. Это тоже восстановление справедливости, ну и честности в отношении друг друга, я имею в виду в украинском обществе. Поэтому мне хочется верить, что у нас будет Ахмешид вместо Симферополя, Кефе вместо Феодосии, Эскехарм вместо старого Крыма, и так далее, и так далее. Последний вопрос. В Крыму сейчас сильно ждут Украину, понимая, что Россия колонизовала очень сильно и завезла очень много ура-патриотов из Российской Федерации в Крым? Мне кажется, что крымские отары в большинстве о своем ждут Украину в силу понятных причин, в силу того, что народ от России исторически страдал. В Крыму есть 30% этнических украинцев, было, но вопрос, сколько из них ждут Украину, сколько из них не ждут, или сколько из них, скажем так, знаете, как манкурты, еще больше русские, чем этнические русские. То есть сложно, нет такой статистики. Но в общем и целом по тем признакам, которые мы видим, жевтостричка, это движение сопротивления, крымская солидарность и ряд других проявлений ненасильственного сопротивления, которые, например, я собирала еще много лет назад, такими, например, есть, когда праздники, желто-голубые салфеточки, шарики. Люди просто таким образом, да, очень банальным, очень бытовым способом пытаются просто как бы дать, ну, канализировать это чувство неудовлетворенности от этой действительности, или салюты по киевскому времени, не по московскому времени. Таких признаков очень-очень много. Что я уверена, что есть люди, и достаточно много, точно больше, чем кто-то может себе представлять. Но в то же время Российская Федерация все это время, она не дремлет. И то, что они, это тоже преступления, это тоже военные преступления, когда, например, в образовательной системе, в школьной, даже с детского садика, начиная, идет активная-активная пропаганда, как хорошо жилось или живется с Россией, и как плохо было в Украине. То есть, и таких-таких вот способов, как бы, пропаганды, их очень много. В общем и целом формируется вот это поколение, да, поколение, которое будет считать, что Россия – это могучая страна, это великая страна, что в Украине нацисты и фашисты, это то, чем кормят, в том числе наших граждан. А этому поколению 10 лет уже? Это дети, которым по 10 лет они не видели Крым в Украине. И что, цель какая? В принципе, тоже очень классическая политика воевать украинцами против украинцев. То, что мы видим, когда или принудительно, или другими способами наших граждан отправляют на войну против украинцев. Поэтому это большие преступления, но сегодня Украина ведет активный трек по защите своих прав в судебных инстанциях. Это Международный суд ООН и Международный криминальный суд. И вы знаете, что мы ведем большие переговоры о том, чтобы запустить трибунал по преступлению, агрессии. На сегодня группа, которая уже поддерживает трибунал, а переговоры идут о модальности этого трибунала, в какой форме он будет и где этот трибунал будет проходить. То есть этот трек уже тоже очень активен по восстановлению этой справедливости. Да, он немножко более долгий, но мне кажется, что, так скажем, второй Нюрнберг, он будет иметь место. У меня много друзей в Крыму, и этот Новый год, который был, по киевскому времени, посмотрели обращение Зеленская через Ютуб, съели ложку оливье по киевскому времени. Это говорит все-таки, что 10 этих лет оккупации, они не повлияли на мышление. Это очень радует. Сила вам в этой работе. Чех сагл нас. Аллах разум, сагл нас. И спасибо, что нашли время дать такое интервью большое. Дякую дуже. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok